Всем привет, это Оксана и добро пожаловать на мою винтажную кухню. Я только что прибежала из магазина и прежде чем начать готовить очень интересный новый рецепт, решила показать, чем мы тут живем. Вот все, что вы видите на этом столе, стоило ровно 201 доллар. В принципе, это такая недельная покупка. Очень мало овощей и фруктов, у меня много чего еще есть дома. Начнем с чего? Морковка. Морковка, в основном лошадям. У меня дочка занимает себя как борезой, мы вносим вкусняшки. Огурец, бананы, мандарины, яблоки, груши, мясо. Мясо было на распродаже всего лишь 9,79 за килограмм грудина, поэтому взяла две упаковочки. Для новых рецептов, которые буду снимать и все вам подробно показывать, мне нужны были только верхняя часть ноги, но у нас сейчас что-то с магазинов с доставками какие-то проблемы. Постоянно что-то исчезает с того, что надо, поэтому взяла вот уже целые ноги, будем резать и делать как есть, ничего страшного. Сосиски два упаковки и баранина. Это лопатка баранины, уже нарезанная, 13-21 килограмм. Кому интересно, как мы живем и что почем у нас в Канаде. Картошка, капуста, упаковка грибов, белый шоколад. Попытаюсь все-таки сделать вкусняшку на Валентайнс-дей, который у меня уже черти сколько лежит рецепт, еще не пробовала наконец-то, потому что покупали белый шоколад, его раз и съели, пока собралась вкусняшку делать. Сливки, уксус, хлеб для бутербродов. Вот такой хлеб для бутербродов тоже купила, мы его так не едим, тоже купила. Сейчас будем пробовать очень вкусную вещь на завтрак. И может быть еще даже хватит на два рецепта, посмотрим. У меня есть два интересных таких рецепта от Амиши. Посмотрим, что получится. Будем делать, не будем, посмотрим. Еще купила новую какую-то колбасу, венгерское салями от Минонита, от Амиши. У нас большие комьюнити Амиши. У меня, кстати, есть идея, у меня есть несколько блюд от них. И попробуем вкусно, не вкусно. У них обычно очень вкусные продукты. Ну вот это все, все, что вы видите, вот это сегодня в Канаде стоит 200 долларов. Вот тут можно уже удивляться и хвататься за голову, потому что цены у нас очень поднялись. Я думаю, так же, как и везде. И, в общем-то, совсем не весело очень многим. А я побежала переодеваться, и будем готовить вкусняшку. Все убрала, все разложила, все перемыла. Будем делать заготовки для завтрашнего, субботнего завтра. Суфле Монте-Кристо, дорогие мои. Не просто там себе запеканка из всего, что завалялось в холодильнике, а сам суфле Монте-Кристо. Не спрашивайте меня, кто я так назвал. Рецепты замечательной книжки о запеканках, книжка 80-х годов. Один из рецептов я уже делала на своем канале. Вы можете посмотреть его вот по этой ссылочке, если кто-то пропустил. Для суфле нам понадобится вот такой мягкий бутербродный хлеб. Я думаю, что везде он есть. С хлеба обрезаем корочки. И выкладываем его в квадратную формочку. Аккуратненько, ровненько. Что мы делаем дальше? Дальше мы разбиваем к яйца. В рецепте 4, но я делаю порцию меньше, поэтому взяла меньше. Рецепт я дам, как сделано в оригинале. Так, к ним добавляем молочко. Можно сливки, у кого совести нет, в принципе. Так, мисочка маленькая. Надо взять побольше миску для взбивания. Я поменяла мисочку, а то у меня какая-то маленькая была. И взбиваем до однородности 3 яйца и 2 стакана молока. В рецепте больше, ну, я делаю чуть поменьше порцию. Добавляем горчицу. Всё это хорошенечко, хорошенечко взбиваем. А дальше, дальше находим всё, что завалялось в холодильнике и никто не ел. Вот у меня, например, кусочек свиной ветчины. Индюшачья ветчина. Всё это аккуратненько выкладываете на ваши кусочки хлеба. В оригинальном рецепте идёт и индюшачья, и свиная. По два кусочка на каждый кусочек хлеба. У меня получится только индюшачья, у меня мало свиной осталось. И сверху на всё это выкладываем сыр. Тоже любой мягкий сыр, который у вас остался в доме, в холодильнике, можно сюда аккуратно, тонкими слоями выложить. Так, сверху на наше великолепие кладём, опять-таки, по кусочку хлеба. Вот так аккуратненько. И заливаем эту всю красотищу нашей заранее приготовленной смесью. Из молока, яйца и горчицы. И дальше начинается самое интересное. Почему это всё называется суфлет? Потому что мы его хорошо накрываем плёнкой и ставим в холодильник где-то на 8-10 часов, чтобы это всё хорошо размокло и получился такой вот настоящий вкус суфли. А завтра утром поставим в духовочку на 180 градусов где-то на час, запечём и наслаждаемся. Я бы ещё сверху сыром посыпала в конце запекания. И будет очень-очень вкусно. Завтра посмотрим, что получилось. Придавите хлеб немного руками, чтобы он весь был покрыт заливкой. Суфле получилось совершенно воздушным, румяным. И никогда бы не сказал, что оно сделано из обычного хлеба. Отрезайте нужный вам кусочек и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита!